Всем привет! Ну что я вам хочу сказать? Биткоин, конечно же, у нас грохнулся. Грохнулся вчера, и все об этом трубят, все об этом говорят, что все, точно, идем еще ниже, точно обновлять лои. Не удержала у нас плита 19500, как видите, скушали ее быстро, 19 тоже не удержала. Крупный рыночный продавец продавил цену вниз, и вот у нас снова 18500, теперь уже появляется плиточка, и 18. Все практически, весь YouTube, я сейчас посмотрел реально роликов 10, почитал аналитику, все в чатах, даже не 90, ребята, процентов, 100% людей кричат, что мы идем еще ниже, выбивать, либо как минимум тестировать предыдущие лои, то есть вот эти вот лои 17500 примерно, все как один абсолютно кричат. И я что подумал, ребята, я походу один, реально один остался быком в данный момент в ситуации, все ждут вот этого, и я думаю, что я буду стоять против всех, против толпы. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет, может быть, я окажусь неправ, но я уже все, это дело принципа, потому что смотрите, реально мы пошли по сценарию, который обсуждали с вами во вчерашнем видео, это сценарий с ложным проколом и сбором ликвидности. Мы можем все еще сделать ложный закол и потом отпрыгнуть, можем. Он, конечно, может быть еще пониже, он может быть еще пониже до вот этих ордеров и потом отскок наверх. Но может и не быть, вот о чем речь, может и вот так все пойти. И очень глупо будет остаться в стороне и пропускать очень сильный, резкий, быстрый рост отскока куда-нибудь там на 30 тысяч, я думаю, что вполне себе возможен. Потому что смотрите, я вам напоминаю, в который раз, что у нас горит на недельке уже теперь хэш-риббонс, сигнал на покупку, это очень сильный сигнал, у нас RSI просто ушатанный вот в такие значения, как был ушатанный на дне предыдущего медвежьего рынка. По Cypher'у та же самая история, разве что вот здесь есть красная точка, правда, но она напоминает больше вот эту красную точку, перед которой был памп, но потом слив. Тут, короче, немного спорная ситуация, но тем не менее, все равно у нас тоже здесь очень сильная перепроданность. По RSI вот у нас есть сопротивление, которое при пробитии которого мы летим просто сразу куда-нибудь очень-очень высоко. P-Cycle Bottom, опять же, не забываем, отсигналил, что это дно такое же, как вот здесь. Вот, ну и потом смотрите, на 4-х часовике у нас с вами образовывается бычий дивер, причем уже, можно сказать, двойной, очень длинный бычий дивер. При этом на индексе доллара, на дневном таймфрейме, дорогие мои, у нас образовывается с вами медвежий дивер. Вот, как вы можете видеть, причем очень сильный двойной медвежий дивер. А, нифига себе, он даже тройной. Смотрите, тройной медвежий дивер. И мы с вами знаем, что когда индекс доллара растет, собственно, все активы падают. Поэтому этой параболе тоже осталось, ну сколько? Ну 112-113 может кольнуть и уходить в более глубокую коррекцию с пробитием вот этой восходящей поддержки. Соответственно, в этом случае мы можем увидеть просто резкое W-образное восстановление по биткоину куда-нибудь выше 30 тысяч долларов. Опять же, к сетке EMA Ribbon на недельном таймфрейме. Вот она, где сейчас находится. Это уровень 27, 28, 33 тысячи долларов. Фишка-то в чем? Что такое мы можем легко увидеть, потому что, смотрите, смотрим биток на недельках еще раз. Все выглядит ужасно, да? Прямо за шарти меня называется паттерн. It's time to sell называется этот паттерн. Вот, шарти не хочу. При этом смотрим тот же эфирчик к доллару. А эфирчик-то к доллару растет. Эфирчик к доллару растет. И если будет то, о чем мы говорим, то эфирчик к доллару делает вот такое W просто. Посмотрите на RSI и на зеленую точку на сайфере. Соответственно, эфир к битку еще больше растет, мы видим. И если произойдет то, что я вам сейчас нарисовал, что биток отскочит куда-нибудь на 30 тысяч долларов, а эфир типа там на 3 тысячи, то эфир к битку пробьет наконец-то вот это сопротивление и улетит куда-нибудь на, может быть, даже на 12 миллионов сатоши. Потому что, как вы можете видеть, он находится в абсолютно бычьем тренде. Эфир-классик к битку еще в более бычьем тренде находится. Соответственно, эфир-классик к доллару тоже вот у нас снова отбился. Посмотрите, этот дамп незначительно скорректировал цену. И этот локальный дамп, который был у нас ночью, тоже незначительно скорректировал цену. То есть, в принципе, мы видим, что у нас есть бычий тренд по альткоинам. Соответственно, медвежий тренд по доминации биткоина, о котором мы с вами говорим уже 2 года. Посмотрите, мы снова спускаемся в эту зону, и похоже, что мы уже в нее прямо сейчас заходим. Это зона мощнейшего альтсезона. Здесь мы были последний раз в 2017 году, в начале 2018 года, где был самый пик альтсезона. Многие альты давали по сотне иксов. Мы прямо сейчас, похоже, что опускаемся в эту зону. Да, бесспорно сильный уровень, можем еще отскочить. Но в целом, похоже, что мы идем вниз и его пробивать. Поэтому, ребята, по альтам, по недокупленным особенно, картина вообще очень красивая. Вон, битдау, посмотрите. Глобально, если посмотреть на дневках, вот он отпадал и рисует W. Да, он может еще поконсолидироваться здесь, но в целом он на балансе вероятности уже находится очень низко. И у него появилось вот это локальное сопротивление в 80 центов. То есть, когда он его пойдет выбивать, это будет полноценный разворот нисходящего тренда. Надо это понимать. Битдау, кстати, держится тоже вообще вполне себе норм. Вот, друзья мои, поэтому да. Другой вопрос, что биткоин кэш сдули достаточно сильно. Вчера он начал пампить, но сдули его сильнее, чем этот памп. Но это, кстати, тоже нормально. Там сейчас новости еще выходят всякие. Все, вроде как Россия будет теперь за крипту рассчитываться по международным этим самым. И Ripple вроде там как сек от них отстал, короче, запускает какие-то движуху Ripple. Короче, сейчас, походу, начнется как раз самое-самое-самое оно. И в это никто не верит. В комментариях почитайте реально в 100% думают, что они правы. Все в шортах. Мне вчера написал чувак, очень неглупый, как ты, говорит, можешь, мы с 40 тысяч шортим. Все такие гуру теханализа. Не вопрос, чуваки, я вас очень уважаю. Респект вам всем шлю, если вы на шортах зарабатываете. Но, на мой взгляд, в данный момент точно очень опасно шортить этот рынок. Вот. Поэтому Dash, который еще вообще не начал двигаться, я набираю прямо по этим значениям. Вчерашний мой лонг, там очень многие переживали, что смыло. Нет, его не смыло. Я закрыл плюс с эфира, перевел в маржу и, собственно, добрал внизу вот еще эту позу до x2. Потому что, ну вот, я ее сейчас, короче, выруливаю, эту сделку. Решил ее не закрывать. Не успел просто закрыть вчера. Чай пока попил, все это грохнулось. Вот. И думаю, что буду выруливать ее, потому что Dash определенно, но он валяется на днище вообще, на глобальном и на локальном, и на дне канала прямо вот внутри недели. Да, ну дисклеймер, не финансовый совет. Не надо повторять за мной эти позиции. Как бы лучше торгуйте, как вам подсказывает ваша стратегия. Вот. А в целом-то, ребят, я думаю, что мы увидим этот очень мощный отскок сейчас по битку куда-нибудь в район тридцатки на вот этой вот фигуре за шарти меня, на дивере, на точках, на этом хэш-рибнсе, на всем-всем-всем, на здравом смысле. Я думаю, что мы увидим вот такое, ликвиднем всех шартистов. И уже вот после этого, если вы верите в медвежий рынок, то, скорее всего, будет тузо дно. Ну, как бы я, если честно, другого мнения, но поживем-увидим. Но вот сейчас локально, ну, на мой взгляд, все, вот эту вот всю палку надо собирать, если она будет валиться вниз, только наверх нужно собирать и как бы отыгрывать это дело по тренду, по глобальному. По глобальному и, в принципе, по локальному, который мы видим, еще раз говорю, из многих альтов, потому что у них, в отличие от биткоина, тренд положительный. И к биткоину, соответственно, тоже. Все, ребят, вот такие сегодня мысли. Хотел с вами поделиться. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал. Не подавляйтесь мнению большинства, не будьте как толпа. Стойте на своем, и вы заработаете. Ну, это если вы, конечно, позиционный черепаший такой, среднесрочник, как я, по контртренду набираете. Если вы скальпер, то не вопрос. Все ссылки в описании, где вы можете поскальпить, тоже. Это Bybit, Femex и остальные наши любимые биржи. И также рабочие обменники, на которых можно купить P2P крипту, типа шахты, там и прочих. Ну, короче, подписывайтесь к нам в телегу, и все, оттуда узнаете. Всем профитролей, и до следующей встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok